Чтобы здесь качнуло Сесть, отдохнуть и зарядиться Удача на нашей стороне, с нами горох И зажечь Ты знаете, какой бизнес хороший? ***, за нами Ну и еще мы имеем вот эти ключи И красивые девушки тоже Гуляют по некрасивым дорогам Сейчас я нахожусь в самом центре музыкального микрорайона Пересечении улицы Есенина и Гомельской Так вот, здесь есть помещение в Цоколе В 100 квадратов, которому нужна новая бизнес-жизнь Этот выпуск будет интересен всем И тем, кто хочет переехать И воспользуется информацией о том, какой бизнес в Краснодаре качает Ну и тем, кто хочет, возможно, в своем Челябинске Открыть что-то новое, воспользовавшись одной из наших бизнес-идей Это Южанин и мы начинаем А это музыкальный, легендарный район Краснодара Говорят, птицы, пролетая над ним, стараются не смотреть вниз Потому что тут вам и все прелести современной краснодарской архитектуры И дороги, которых почти нет Есть направления А еще здесь живут прекрасные люди На улицах, которые названы в честь великих классиков Скажите, пожалуйста, вот что бы вам, как местному жителю, хотелось бы Что бы здесь появилось в сфере бизнеса? Ага, хотел сказать дороги, но... Чего бы вам вот хотелось, как местным жителям, чтобы здесь появилось? Ну, кроме дорог и тротуаров, естественно Я только хотела сказать, пожалуйста, сделать нам дороги Пивники есть, да? Хватает Как вы думаете, если будет хорошая кимчистка или просто прачечная? Чтобы дома не гудеть, мало ли А этого всегда надо Что здесь не хватает? Нормальных дорог, мне кажется Нет, конечно, наверное, большого чего-то Заведение, где можно просто отдохнуть и развлечься Вы современные, молодые, красивые Что бы здесь качнуло? Вот, не знаю, там, может, салон красоты Может быть, магазин одежды, я не знаю Может быть, швейное ателье Но я думаю, здесь всего понравится Все, это есть Вот что бы такое здесь качнуло? Мне кажется, хороший ресторан, где можно посидеть Ателье, салон красоты Нет, салонов хватает Ателье можно, да, да, это 100% Музыкальный район – это не то место, чтобы сидеть в офисе На самом деле, можно было для детей чего-нибудь такого сделать в общий доступ Ну, не то, чтобы только там для обеспеченных семей, которые могут себе это позволить И вообще для простых Попроще Да, для простых людей, которые могут так же выйти Просто раз зайти и пойти, там, провести пару часов А вам, может быть, что-то не хватает? Может быть, магазина, не знаю, там, одежды? Да, магазинов одежды, тут нет вообще ничего Ну, вот толком ничего нет, а сколько мы нормально Мест нет, где посидеть, с семьей выйти нет, где посидеть Да даже с друзьями Чего в этом районе не хватает? Из бизнеса? О, по-моему, здесь всего более чем Тут реально есть все А так все есть? Так, по-принципу, все здесь есть Мелкий бизнес тут, как бы, у каждого Прям вот буквально все Калонки красоты податыканы везде, да Ателье? И ателье есть А, химчистка? Химчистка, не уверена Ремонт обуви? Есть Что ж такое? Это что за Греция? Говорят, музыкально, музыкально А тут все есть? Да Видимо, пираты здесь отрывались по полной Слушайте, ну что мы имеем? Мы имеем очень много разных мнений Едины Жителей музыкального только в одном не хватает Здесь дорог Все остальное есть Вот Ну и еще мы имеем вот эти ключи И И что-то Что ждет нас вот За этой непонятной решеткой Что-то Оп Па-па-па-па Встретил меня цоколь помещением квадратов в 30 По всей видимости, это основной зал Дартс на стене и барная стойка у стены Были тому подтверждением Самое время Найти Включатель И зажечь Свет Логически он должен быть где-нибудь возле входа Но если вы думаете, что это Все Вы глубоко ошибаетесь Пойдемте Итак Здесь у нас Здесь у нас кухня Оооо Смотрите, что я вижу Ха-ха-ха-ха Но Это уже залог успеха Любой бизнес В Краснодаре Должен иметь привкус Жареного мяса Было бы мясо А пожарить-то мы сможем Плитка Плитка есть Рабочая или нет О, ну что-то тут Даже Даже как-то индикаторы работают Здесь, я так понимаю Находилась какая-то Рабочая поверхность Ну мойка Так Что тут Горох Есть Друзья Друзья мои В принципе все Все свершилось Удача на нашей стороне С нами горох Продолжаем знакомство С нашими квадратными метрами Они должны заработать Ну вернее Должны заработать мы Вау Ну на самом деле Я не знаю Кто был Прошлым хозяином Но он был Ну пиратом Сто процентов Скажите Что не хватает В микрорайоне музыкального Ну чтобы качнуло Дорог не хватает Дорог Вот и он говорит Что дорог Посмотрите Какая задумка Фальшь окна Когда ты Имеешь бизнес В подвале То это Одно из Один из вариантов Решения Здесь Обитали какие-то Жуткие твари Прошу прощения Какие-то просто Очень брутальные мужики Потому что В такой атмосфере Ну как бы Не знаю Никак не ассоциируются С таким Спокойным отдыхом Здесь нужно Есть мясо Пить ром И И Кричать через каждые Десять минут Вот в таком случае Ты будешь В своей тарелке Ну такое У меня ощущение Опять же Вот такие вот Прекрасные Гравюры А что за этой дверью? Сдаетесь? Вы знаете Это на самом деле Круто На самом деле Круто Потому что Ну если Рассматривать Да с любой Точки зрения Свой санузел Это хорошо И при желании Его можно Увеличить Для чего Это нам нужно? Ну Попозже Обо всем этом Поговорим Так Смотрю Розетка Есть здесь С розетками Конечно Не особо Не особо Люди Заморачивались А в нашем Современном мире Когда столько Гаджетов Хочется Что? Правильно Сесть Отдохнуть И зарядиться Зачастую За этим Именно И заходят В кафешки Чтобы просто Скоротать время Вот Скоротать время В интернете Соответственно Нужно Чтобы ты всегда Был на связи Так Ну Вы пока Оглядывайтесь А я подумаю Что Здесь Можно Собственно Говоря Воплотить Вот В этих 110 Квадратных Метрах Сразу Видно Только одно Здесь Требуется Ремонт Причем Ремонт Не маленький А глобальный Неизвестно Что скрывается Под этими Рисунками И декором На стенах Итак Друзья Что мы имеем 100 квадратов Площади Еще у нас Есть Кухня Ну Которая Нуждается В докупке Техники Потому что Кроме Непонятно Работающей Или нет Плитки Опять же Работающей Или нет Вытяжки У нас Есть Гарантированно Мангал Что касается Залов Их Три У них Нужен Ремонт Несмотря На то Что здесь Будет Или не Будет Общепит В любом Случае Нужно Будет Проводить Какую-то Пожарную Безопасность То есть Обеспечивать Ее Ну и Просто Сигнализация Здесь Нужна И еще Немаловажный Факт К сожалению К сожалению Место В Закутке Нет Прямой Связи С трафиком Трафик Недалеко Вот Буквально Несколько Шагов Нужно Что-то Такое Что Притягивало Бы Своим Эксклюзивом Надо Думать Это Наверное Самый Долгий Выпуск Южайна Вернее Съемки Этого Выпуска Одни Из самых Долгих На данный Потому Что Сначала Я посмотрел На это Помещение Потом Я подумал Что бы Здесь Можно Собственно Говоря Воплотить Какой Вид Бизнеса А теперь Я вернулся Сюда Для того Чтобы Вы Не Писали Мне Что я Такой Весь Из себя Глупый Что Взяв Помещение В музыкальном Решил Делать В нем Бизнес Ну Или сдавать Его И не Подготовив Собственно Говоря Основательно Его К Зарабатыванию Денег Что Я Имею Ввиду По словами Не Подготовил Друзья Давайте Давайте Вспомним Где Мы Находимся Этот Район Славится Не Только Своей Плотной Застройкой Большинство Домов Музыкальных Имеет Мансардный Этаж Поэтому Жители Живут Буквально Как Богема На Чердаке С Неровными Потолками В квартирах Я уверен Что Даже Очень Хорошо А вот На Улице Красота То Какая Лепота Лепота А лучше Не выходить Из квартиры На Улицу Меня Удивили Цены За квадратный Метр Чтобы ты Понимал За все Эти Невзгоды И Беды Которые Будут Окружать Тебя Если Ты будешь Жить В этом Микрорайоне С тебя Возьмут Нормальные Деньги За которые Можно купить Хорошее Жилье На окраине Города Не только Огромным Количеством Радушных Прекрасных Жителей Но И Невероятными С проблемами С коммуникациями Невероятными Проблемами С канализацией С сумасшедшими Явами И Огромными Собственно говоря Рытвенными На дорогах Так вот Большинство Домов Здесь Подтапливаются Да-да-да-да-да Если вы вдруг Решите Приобрести Квартиру В музыкальном Микрорайоне Проверяйте Особенно Нижние этажи На наличие Гидроизоляции Здесь В этом Помещении Пойдемте Пойдемте Сюда Вот эти Прекрасные Замечательные Рисунки Мирно Соседствуют Вот С этими Уже Природными Разводами И Собственно говоря Природными Красотами Это не Это не Влага Это даже не Плесень Это грибок Ну грибок В принципе Та же самая Плесень Кстати Еще один Вид бизнеса Здесь можно Выращивать Грибы Причем Особо не Заморачиваясь И даже Не подготавливая Хорошая Влажность Помещения Вот Тепло И Шампиньончики Ваши Да Вешенки Будут Расти Как на дрожжах Но грибы Мы выращивать Здесь не будем И Собственно говоря Есть определенные Противопоказания Выращивания Грибов В подвалах Жилых домов Мы здесь Проведем ремонт Для этого Несколько дней Даже не повысить Этого слова Неделю Я искал Мастера Который Оценит Все И Сделает Из этих Квадратных метров Замечательные Условия Для бизнеса Пара-пара-пам Встречаем Арман Они просто Перекрыли Плесень Здесь Грибок Аж воняет Блесень Да? Да Лучше не трогать Пыль поднимается Сейчас Это только В респираторе Работа здесь Гидроизоляции Здесь нет Это грибок Это грибок уже Не Шампиньон И не вешенка То есть Мы не заработаем С него Что же делать? Что же делать? Будем И вообще Как в таких ситуациях Нужно поступать? Ну Будем Все это Убирать Со стен Во-первых Антибиотиком Пройтись Чтобы убить Грибок А потом уже Гидроизоляция До двух метров То есть До двух метров Ты думаешь Хватит? Да До двух метров Вполне хватит Может быть Уже Прямо уже До потолка Бахнуть? Да До двух метров Она как раз В уровень С землей Будет С асфальтом И все Мы будем Что делать? Просто сверху Чем-то мазать Или что? Или это все будет убираться? Нет Это будет все убираться Это гипсовая шпаклевка Она по-любому Если влага оттуда Будет Она Будет отваливаться Отваливаться будет Как еще Мы его убираем Антибиотиком Промазываем Убиваем грибок Чтобы в помещении Если что там Столовая Или пивная Были Чтоб Ну Чтоб Людям было комфортно Работать здесь Да хоть секс-шоп Хоть компьютерный клуб Хоть Бюро бутовых услуг Нам нужно Чтобы люди Здесь себя чувствовали Комфортно Чтобы зарабатывать деньги Ну По крайней мере Без вреда для здоровья Правильно же? В первую очередь Вред для здоровья Это 100% Тоже перекрыто Все Пластиком Закрыли Они не подумали Что это же Подниматься Будет выше Видишь Вот Сырость Если бы здесь Была Кидроизоляция Такого бы не было Может и есть Но Может Просто сэкономили Самую дешевую Просто намазали И все Ну а вообще Твои вот Ну мысли По поводу Самого помещения Насколько Как бы Вот Давай так Отстремись Ты как левый человек Нравится тебе или нет? Помещение отлично То есть если сделать здесь Если сделать здесь Капитально То будет Слушайте Мы будем делать здесь Капитально Мало того Для того чтобы Ни у кого из вас Не было никаких сомнений Что мы где-то Не промазали Не замазали Мы будем все это Снимать и выкладывать Ну практически В режиме онлайн Сколько займет Примерно Месяца два Да я так понимаю Ну да Месяца два Что касается Санузла Хотелось бы Санузел Как нибудь Ну Ну чтобы он был Более что ли Немножко нормальным Он божеский Ведь по любому Будем приводить Вот он Вот он Наш санузел Хотелось бы В первую очередь Конечно же Ну сделать заднюю стенку Убрать Вот эти все Коммуникации Ну потому что Потому что Их посетитель Видеть не должен Ну покрасить Все это Сделаем Ну да Да Все это закроется Все закроется Все придет Подскажи Вот с этим Я хотел бы все-таки Эти балки Наверное чтобы остались Нет Да можно что Пускай остаются Просто их перекрасим Посветлее Чтоб Света было больше Здесь темно Из-за этого Дали Плитку будешь Убирать на полу Нет Плитка Нормально Единственное Что нормально Выложено здесь Это плитка А если пойдет Плесен На плитку Ну на На стены Из плитки Нет Не будет Это пресс Гранит Он Влагу вообще Не пропускает Никаким образом Гидроизоляция Стен Будем их красить Или обои клеить Нет Красить Что с потолком Краской Потолки натяжными Натяжные все-таки Да Натяжными Соберем Так И удобно И быстро Хорошо Дело в том Что все Цокольные помещения Строителями Готовятся Ну Давайте так говорить В таком формате Не вип-класса Не премиум Что бы было Что я имею ввиду Ступеньки Сам вход В такой цоколь Он достаточно крутой Вот Я понимаю Что как бы Людям будет неудобно И выглядит это Немножко непрезентабельно Если мы хотим Чтобы был трафик Если мы хотим Чтобы бизнес был открыт То нам нужно Как минимум Чтобы Ворота Этого бизнеса Были Ну Были Видны Раз Удобны Два Вот Пойдемте Посмотрим Что сейчас У нас И что мы хотим Сделать Ну вот 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 вы и увидели Что я имею ввиду Крутейшую Лестницу В данном Случае Это не круто А это Круто Крутейшую Лестницу И И вот такое Унылое Унылое Такое Вот Все Которое мы видели Раньше Хотелось бы Чтобы это Выглядело Вот так Ступеньки Дальше такое вот что-то подобное видео такого и вывески и она же и крыша тоже сделаем супер супер что мы будем делать каким образом будем делать лестницы ну как как это ломать приделывать лестницы наверное либо с бетона либо посмотрим можно из кирпича воды это все по ходу ну и плиточка да ну и плиточка да наверное бетонные сделай а сверху плиткой и здесь они ограничители не поставят по краям резинку можно поставить что скользко не было нет я бы знаешь хотел попросить тебя чтобы мы не просто ставили ограничители но чтобы мы сделали пандус хотя бы швеллеры положили чтобы можно было мамочкам с колясочками спуститься тоже не проблема сделаем да мы хотим сделать удобный бизнес и комфортное помещение безопасное для здоровья тех кто в нем работает получится у нас обязательно вот это мы посмотрим это мы и проверим я думаю что в течение полутора месяцев у нас уже будет первые результаты и мы южане будем смотреть в оба глаза затем что делает арман проверять все вы тоже следите комментируйте пишите что не так чтобы вы хотели изменить чтобы вы хотели может быть добавить может быть вообще он все неправильно говорит и нам надо просто все в общем пишите комментарии это наш с вами диалог ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и тогда вы будете в курсе всех событий которыми живет самый лучший регион нашей страны ну и чем живет наша стройка это практически стройка уже начинается ребята ну и Продолжение следует...